Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Бузин Антон Александрович, директор Первого онкологического научно-консультационного центра. Руководитель отдела биоинформатики Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. Руководитель группы геномного анализа сигнальных систем клетки Института биоорганической химии РАН. Профессор биологического факультета Московского университета и Московского физико-технического института. Имеет большой опыт работы в генетике, клеточной биологии и в исследовании молекулярных механизмов развития рака. Лауреат российских и международных научных наград. Работал в исследовательских лабораториях в России, США, Канаде, Чехии, Франции и Германии. Сотрудничает со многими отечественными и зарубежными научными организациями. Автор более 90 научных трудов и изобретений. Антон Бузин сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Тема нашей сегодняшней программы «Медицина в контексте» она прикладная, что бывает у нас нечасто. Но отправной точкой послужил фундаментальный процесс, благодаря которому существуют те многоклеточные организмы, к коим относится и человек, наша программа о человеке. Эволюция распорядилась таким образом, что для поддержания существования многоклеточного сложного организма необходимо взаимодействие, координация биохимических процессов, которые протекают в клетках, в отдельных клетках этого организма. Причем эта координация, она не только на уровне межклеточной коммуникации, но она очень зависит и от сигнальной системы, от передачи сигнала, которые осуществляют разные молекулы внутри клетки. И вот эта сигнализация внутриклеточная является ключевым фактором в сегодняшней нашей беседе, в вашем рассказе. Первый вопрос, что происходит при нарушении регуляции вот этой вот внутриклеточной сигнализации. Ну, а второй вопрос и второй ответ на конкретном примере, на примере новой совершенно разработки, уже залицензированной. Вы нам покажете, как можно использовать анализ этой внутриклеточной сигнализации в медицине. Собственно, речь идет о персонализированном подходе к диагностике и терапии рака. Пожалуйста, Антон. Еще раз благодарю, что пригласили. Ну, действительно, ключевая вещь во всех наших разработках это достаточно глубокий анализ внутриклеточной сигнализации. Ну, сигнализация внутриклеточная, она в себе заключает массу функций, не только как автомобильная сигнализация, а именно о предотвращении несанкционированного доступа и попыткой завладения клетки, что тоже имеет место, когда, например, в клетку вторгаются вирусы. Тут тоже большой спектр механизмов внутриклеточной сигнализации задействуется, чтобы это предотвратить. Но и контроль над всеми вообще фактически процессами в клетке значимыми. Они так или иначе все регулируются внутриклеточной вот этой вот сигнализацией. То есть это регуляция внутриклеточных процессов, механизмы этой регуляции от активации чего-то на входе до реакции на это на выходе. На входе это может быть какая-то активация, например, рецепторов на поверхности клетки при помощи каких-то ростовых факторов или, например, наоборот, белков, которые имеют противоположную функцию, например, которые блокируют, которые приказывают клетке перестать расти и размножаться. Или, например, может она запускаться изменениями, какими-то гормонами, может запускаться повышенной или пониженной концентрации каких-то химических веществ, например, глюкозы, аминокислот определенных. Вот это все активируют снаружи клетки определенные рецепторы, которые затем начинают передачу сигнала. Сигнал этот должен так или иначе попасть внутрь в клетке и каким-то образом отразиться на функционировании работы генов. Практически всегда это происходит. Практически всегда в сигнализации одной из конечных точек оказывается изменение работы генов. Гены расположены в ядре, поэтому, соответственно, вот этот сигнал должен преодолеть путь от поверхности клетки до ядра. И преодолевает он его тоже очень по-разному. Иногда это бывает непосредственно, когда рецептор сам, когда он активируется при помощи связывания со своим, это называется легант, то есть щитово, которое с ним связывается, он как бы выпадает из мембраны, проникает внутрь клетки и сам идет в ядро, и там функционирует как регулятор работы генов. Работа генов называется по-другому экспрессия генов. Генов экспрессия, то есть как бы вот их манифестация, что ли, работа. Демонстрация их активности. Да. Ну не только демонстрация, но и сама активность тоже. Да. Вот он идет внутрь цитоплазмы, проникает в ядро, и там уже в ядре, либо каким-то образом он может модулировать, то есть регулировать работу существующих вот этих вот как бы стражей генной экспрессии, либо же может сам действовать как вот такой мастер вот этой вот генной экспрессии и запускать одни гены и блокировать другие. И это меняет в последующем концентрацию белков в клетке, а вот эта вот измененная концентрация белков в клетке приводит к тому, что клетка меняется каким-то образом, тем или иным. Это вот один механизм, самый такой вот, с одной стороны, простой. Нельзя сказать распространенный. Пожалуй, не самый распространенный, но самый такой вот простой для понимания. То есть когда вот связался с рецептором вот этот вот сигнал извне, рецептор вышел из цитоплазмы, сам пошел в ядро, там сам все сделал, запустил, все. Освободился, расслабился, обратно встроился в цитоплазму или уничтожился и на место его ставился новый. Но так происходит не всегда. Наиболее часто рецептор как сидел на мембране, так и сидит. Только после связывания он приобретает способность активировать какие-то другие переносчики сигнала, которые там сидят где-то рядом или подходят к нему специально из цитоплазмы или из окружающих участков клеточной мембраны, чувствуя, что он активировался. Они подходят к нему, он активирует их в свою очередь. А они другие. То есть это и есть передача. Вот это передача, собственно. Вот они друг друга подталкивают, и дальше вот некий последний шар закатывается в лужу. Но только в случае с бильярдными шарами мы наблюдаем, поскольку законы физики действуют и в бильярде тоже, затухание сигнала, то есть первый импульс он сильнее последнего. То есть здесь мы видим обратную ситуацию, когда вот этот первый импульс он может запускаться с активацией единичной молекулы буквально, а дальше идет так называемое каскадное усиление. Когда вот эта единичная молекула активирует уже, например, 20, 40, 100 каких-то других передатчиков сигнала. То есть это скорее аналогия с кругами по воде от камушка. Хотя там очень условные. Да, очень много можно разных приводить. И вот они, значит, соответственно, вот эти вот как бы вторичные передатчики, они передают каким-то третьим. Их тоже может быть больше. И так далее. Это называется каскадное усиление. Потому что сигнал усиливается многократно, в миллионы, иногда в миллиарды раз. Миллиарды раз это значит, что активация одной молекулы в конечном счете вызывает, там активацию, например, миллиона молекул. Вот, к примеру, путь сигнализации, называется EGFR. Это эпидермальный фактор роста. Вот этот путь, он активен практически во всех эпителиальных клетках, не только эпителиальных, в большинстве, скажем так, клеток человека. Он активен, он достаточно сложен, в нем много есть участников, много так называемых узлов. Это как бы вот каждый узел, это такой некий пункт передачи сигнала. Вы можете немножко показывать, там красненькое. Каждый узел это некий пункт передачи сигнала. Причем каждый узел может быть представлен целым комплексом белковых молекул. То есть это не одна может быть молекул, а несколько, которые исполняют, например, одну и ту же функцию. Или объединив какие-то комплексы. И вот сигнал, соответственно, иногда это какой-то один пункт на входе в клетку. И вот видим, как дальше. Ну да, то есть веером таким расходится. Расходится. Да, иногда требуется так называемое... Помимо основного сигнала, еще дополнительный сигнал, может быть. Может быть, да. Да, вот как вот здесь вот два, мы видим, активируются этих первичных мессенджеров, первичных передатчиков сигнала, которые активируют вторичные. Да, вот их много вторичных. И в конечном счете активируются, как здесь, факторы транскрипции. То есть транскрипция, это... Ну, начало считывания... Да, информация. Да, начало... С ДНК. Совершенно верно. То есть первая стадия. Синтез РНК. Вот представим, действительно, интерактом, как такую сложную систему. То есть совокупность всех молекулярных взаимодействий. Да, и в принципе можно там как бы смеяться над этими омами бесконечно. Но на самом деле... Наша задача обозначить, кто есть кто. Не надо, потому что уже современный уровень развития технологий, как в получении каких-то первичных данных в области молекулярной биологии, биохимии, генетики, так и на самом деле в сфере их анализа, уже вышла на такой уровень, что мы можем анализировать не единичные реакции, а совокупность всех реакций. То есть, например, совокупность всех реагирующих биохимических... Всех биохимических реакций можно назвать метаболом. Да, что и делается, кстати, карта метаболическая. Так и называется. Да, интерактом – это совокупность всех взаимодействий. Взаимодействий. Да. Ну или если раньше это смотрелось как фантастика, попытки построить вот такие вот карты, то сегодня при помощи современных методов, которые уже подразумевают не анализ, такой вот при помощи исключительно головного мозга, да, и рисования на листе ватмана, там формата, наверное, это не А0, а какой-нибудь там будет уже А там еще больше, чем А0 в 100 раз. Это вот можно что-то такое нарисовать. Вот. А при помощи, естественно, компьютерных технологий, каких-то обучаемых алгоритмов, такие вещи можно сделать. Поскольку, конечно, возможностей головного мозга, человеческих их недостаточно для того, чтобы такие вот вещи строить, анализировать и так далее. Человеческий мозг зато может поставить задачи, проконтролировать качество их выполнения и так далее. Но вот само исполнение этих функций, оно, конечно, ложится на компьютер. Здесь, конечно, на первое место, на первый план выходит наука и биоинформатика. Ну так вот, вот совокупность всех взаимодействующих молекул. Значит, если есть какой-то вот, как бы, такой вот куст, который ведет себя неправильно, то в норме клетка должна все-таки вернуться к некому какому-то равновесию, который, конечно, не равновесие в термодинамическом смысле этого слова, ну, компенсация какая-то, да. А к исполнению вот той функции, для которой она в данном месте организма находится. Вообще-то все это довольно строго регулируется, как соседними клетками, так и иммунной системой. То есть, если какая-то клетка начинает себя странно вести, она получает сигналы утихомириться, как от соседей по ткани, да, так и вот, если совсем все плохо, от иммунных клеток, которые делают ей предупреждения все более-более грозные, что если она не вернется к правильному исполнению своих обязанностей, то она должна будет умереть. И если она не хочет умирать, то они ее убьют. Для этого есть довольно много способов, как наши Т-клетки убивают вот такие вот неправильно ведущиеся клетки организма. И это на самом деле в большинстве случаев предотвращает развитие рака. Но иногда вот такие вот клетки, они приобретают способность обманывать клетки. Защиты. Да, обманывать вот таких вот стражей нашей иммунной системы. Как они это могут делать? Они могут давать им в свою очередь определенные сигналы. Например, цитотоксические клетки, получив определенные сигналы, они считают свою миссию либо уже исполненной, либо переходят в неактивное состояние. То есть те к ним подошли, чтобы их убить, а эти их перевели в неактивное состояние. Тоже при помощи белковой сигнализации. То есть они выделяют в среду определенные белковые факторы, которые моделируют активность иммунной системы. Супрессируют, подавляют их. Это один из механизмов. Другой из механизмов они научаются не понимать приходящие извне сигналы остановить рост, остановить деление. Они просто блокируют определенные фрагменты сигнализации внутриклеточной, которые говорят им о том, что они должны прекратить это делать. То есть, к примеру, какой-то у них активировался куст внутримолекулярных взаимодействий, который толкает клетку к постоянному росту, к постоянному делению. Вот она растет, делится. Извне приходит сигнал немедленно перестать это делать. И по идее в клетке должны тут же сработать другие системы, которые немедленно клетку должны привести обратно в состояние успокоенное, соответствующее ее функции в ткани. Если она не может этого сделать, то клетка должна погибнуть. Погибнуть как под действием каких-то внешних сигналов, так и под действием внутренних сенсоров. Дело в том, что в клетке есть множество внутренних сенсоров, объединенных в специальные системы, которые должны блокировать активное размножение, активный рост, миграцию клеток, которые ведут себя не так. Вот эти гены, они, как правило, называются онкосупрессорами. То есть гены, которые активируются и приводят к росту опухоли, они называются онкогены. А те, которые, наоборот, активируются и препятствуют росту опухоли, называются онкосупрессорами, как бы антионкогены. Соответственно, клетке, когда она трансформируется, ей нужно подавить вот эти вот онкосупрессоры, чтобы они не препятствовали вот этим вот онкогенам. Обмануть иммунную систему и каким-то образом обмануть окружающие ткани. Более того, ей нужно, что называется, жизненное пространство. Потому что она все время, не то чтобы этой клетке конкретной нужен, но раковые опухоли, чтобы расти. Ей нужно место, куда распространяться. Ей нужны питательные вещества какие-то. Для этого, чтобы добыть место, клетка приобретает способность растворять вокруг себя внеклеточное вещество, потому что каждая клетка, она не просто там где-то находится, она находится в составе некого такого белкового каркаса, который, ну как правило, который включен в состав ткани и который синтезирован общими усилиями большого количества клеток, которые находятся по соседству. Вот это некий каркас, где они сидят, вот как, там я не знаю, как, с чем представить, какой-то, представьте, очень тесно, давление растет. Она, соответственно, начинает этот мармелад растворять. Для этого у нее специально активируются ферменты. Ферменты – это катализаторы. Извините, Антон, это имеет отношение к межклеточной сигнализации? Имеет, имеет. Мы треть уже выговорили. Все, ладно, да. Понимаете, мы уже выговорили треть нашего лимита. Хорошо, в общем, они начинают… И мы еще на первом слайде. Они начинают растворять клетки, получают возможность расти. Потом им надо к себе привлечь сосуды, чтобы получать питание. Да, для этого они начинают стимулировать прорастание сосудов при помощи выделения специальных белковых факторов. Потому что клетки эндотелия, эндотелия – это выстилка сосудов, они чувствительны к таким факторам. Когда они чувствуют такие факторы, они растут на рост градиента концентрации этих факторов. То есть туда, где этих факторов больше, отрастают новые сосуды. Соответственно, таким образом опухоль прорастает вся сосудами, опухолевые клетки начинают снабжаться кровью, кислородом. И вот эта часть программы тоже реализуется. Но все это, по сути, использование таких вот заложенных от природы механизмов не во благо, а во вред. целому организму, хозяина. Продолжим. Вот, собственно, я, наверное, закончил с вводной частью. Теперь можно перейти к… К вашей уже, собственно. конкретики. Так, ну… Так, это я вниз иду, вверх. Соответственно, к чему можно интерактомику применить? Ну, к решению большого количества фундаментальных задач. Потому что интерактомы – это все буквально процессы внутри клетки. Так или иначе, они все регулируются сигнальными путями. И понимание того, какие сигнальные молекулярные пути активированы, оно даст нам понимание того, в какую сторону движется клетка. И, соответственно, вот очень важная проблема, которая до недавнего момента оставалась нерешенной, это каким образом можно анализировать большие объемы данных, которые получаются при анализе полных транскриптомов. Транскриптомов или полных протеомов. То есть, вот у нас есть какая-то совокупность белков в клетке. И если раньше мы могли померить 1, 2, 10 концентрацию, 1, 2, 10, 20 белков в клетке, то сейчас мы можем померить в идеале все. Ну, в случае с белками мы можем померить не все, не более 7 тысяч, как правило. В случае с, например, РНК мы можем померить при помощи существующих методов, которые очень хорошо развиты, все РНК в клетке. А все РНК в клетке дадут нам информацию о всех белках в клетке. Потому что РНК перерабатывается в белок. При помощи... Ну, не перерабатывается в белок. Ну, в общем, без РНК не получится белок. Не получится белок. И концентрация РНК, как правило, линейно коррелирует с концентрацией белка. Для большинства, по крайней мере, таких вот белков. Поэтому, зная концентрацию РНК для каждого генного продукта, можно представлять, какая будет концентрация белка. Значит, РНК не будет нарабатываться, если не нужен этот белок. Она просто... РНК, она может сидеть себе и сидеть. РНК, это свидетельство того, что этот белок нужен, и этот ген считался, и получился РНК. Как я себе представляю. Что такое нужен? Это категория философская. Да, хорошо. В данном случае. Он образуется, и он может исполнять какую-то функцию. Просто если мы говорим об онкологических заболеваниях, то это заболевания, они сопряженные с такими вообще сменами программ в работе генов, которые содержат большое количество ошибок. То есть там просто огромное количество генов работает не так, как надо. И вот это вот не так, как надо, оно не всегда имеет какую-то функцию. Иногда это просто так случается. Просто по ошибке. Просто по ошибке огромное количество генов работает не так, как надо. Это далеко не всегда способствует росту опухоли. Это просто так случается. Соответственно, когда у нас при помощи современных методов получается информация о 25 тысячах генов, которые у нас есть вообще в нашей ДНК, которая кодирует белок, то имея некую колоссальную таблицу, нам очень сложно сделать какой-то вывод из нее. И даже если мы сравниваем, например, две ткани, или 222, или сколько угодно тканей между собой, и видим, например, что раковая ткань отличается от нормальной двумя или десятью тысячами генов, которые работают по-разному. В принципе, это мало что может сказать. Причем мало что может сказать не только некому среднестатистическому взятому из толпы человеку, но и специалисту в области молекулярной генетики, молекулярной биологии. Потому что каким бы он ни был хорошим специалистом, он все равно не может головой, мозгом своим понять. И тут нужна биоинформатика. Да, совершенно верно. Жабиоинформатика, которая бы показала, к чему не только на качественном, но и на количественном уровне это приводит. То есть тут не принимается ответ, что это приводит просто к изменению количества каких-то там белковых продуктов. Ну и что, да, встает вопрос. Вот изменилось, конечно, хорошо, и что? И что из этого? Вот и что из этого? Это вопрос, который нас, в общем, терзал. И мы придумали новый способ того, как анализировать вот эти вот транскриптомные пейзажи, которые получаются. Чтобы анализировать всю совокупность генов, чтобы не терять какую-то информацию, потому что вот как ученые обычно анализируют вот такую информацию, они обычно выхватывают какие-то гены, которые им кажутся почему-то важными, которые им кажутся неважными, а пускают. Вот эти, которые важные, дальше там анализируют какие-то гипотезы на основании этого строя, а остальные выкидывают. Это неправильно, конечно, особенно сегодня. И мы, соответственно, ну мы, конечно, в мире такие не одни, но вот методы, которыми я хочу рассказать, придумали именно мы. И, собственно говоря, тут стали пионерами, и в его применении для онкологии тоже стали пионерами. А, значит, эволюция вот от анализа индивидуальных каких-то генных продуктов до целых их ансамблей. И ансамбль — это вот этот вот сигнальный путь, да, молекулярный некий, цепочка молекулярных вот этих вот взаимодействий. Вот, то есть весь этот сложнейший интерактон можно представить как совокупность вот соединенных совместно таких вот элементов, более крупных, чем ген, но менее крупных, да, чем весь интерактон, вот этих вот сигнальных путей. Значит, и каждый вот этот сигнальный путь за что-то отвечает, да, что-то активирует, что-то регулирует. Может регулировать, например, потребление глюкозы клеткой, может регулировать изменение формы клетки, потому что может регулировать активность клетки с точки зрения деления. Вот. Ну, какие-то, ну, фактически все, что угодно, да, все, что вообще в принципе в клетке происходит, оно происходит под контролем вот активации этих сигнальных путей. То есть понимание, какой сигнальный путь за что отвечает, и активирован он или наоборот подавлен, поможет нам понять, что в клетке происходит. То есть с уровня такого вот непонимаемого в принципе мозга мы приходим к уровню, который уже осознаваем в какой-то мере или полностью. Соответственно, нам нужен инструмент, чтобы мы могли померить активацию вот этих вот сигнальных путей. До недавнего момента, опять же повторю, такого инструмента не было, или они были достаточно, ну, несовершенные. Значит, с точки зрения, вот, мы достаточно недавно придумали некий алгоритм, который позволяет это сделать. Ну, не будем тут, чтобы не пугать аудиторию на деталях останавливаться. Вкратце отметим, что это способ именно количественной оценки, количественного измерения, активации вот каждого отдельно взятого сигнального пути. То есть сколько их не есть, их можно вот таким образом померить. Это универсальная формула такая. Достаточно универсальная, да. В общем, как для сигнальных путей, так и для метаболических, как мы потом применили, для путей перестройки цитоскелета. Это работает. Работает. Да. Здесь мы имеем на входе данные либо по транскриптому, то есть по РНК, который есть в клетке, либо по протеому, то есть по совокупности белков, которые есть в клетке. Просто данные по протеому, их гораздо сложнее получить. Данные-то количественные. Количественные. Именно количественные, качественные. Это уже тот уровень, когда качественной информации недостаточно. Она сама не дает требуемого выхода. Именно количественная информация по всем генным продуктам нужна. То есть это будь то РНК или белок. Вот зная эту концентрацию, например, РНК или белка в интересующей нас ткани, сравнивая с какими-то нормировочными тканями, например, это может быть опухлевая ткань против нормальных тканей. Мы можем понимать, что не так в каждом конкретном гене. И уже совокупность этой информации для каждого конкретного гена трансформировать в понимание того, что происходит с молекулярными путями. Ну и мало получить эту формулу, надо дальше ее проверить. Мы ее долго-долго проверяли, очень мучительно, в огромном количестве лабораторных экспериментов. Масса денег, времени и сил на это было потрачено. Только для одного лишь сигнального пути сигнализации эпидермального фактора роста. Где-то приблизительно больше трех лет мы это делали только для этого пути. Учитывая, что там больше 200 участников, мы меняли концентрацию каждого из них и измеряли сигнал на выходе. Тут такая упрощенная схема, как это может происходить. На самом деле для аудитории это может не столь важно, конкретика. Но суть такова. Мы меняли концентрацию каждого из проводников вот этого сигнала и измеряли концентрацию на выходе. И таким образом смотрели эффект от каждого из них на прохождение сигнала в целом. И что интересно, что мы увидели замечательное совпадение данных экспериментально наблюдаемых. И предсказательных. Да, и предсказанных. Что говорит о том, что данная модель сработала очень хорошо, сработала для данного сигнального пути. И что такого рода экспериментальную проверку нам не надо делать уже для всех сигнальных путей. Для этого ключевого мы это сделали. И потом мы можем использовать данную формулу уже для всех остальных сигнальных путей. И это понимание привело нас к тому, что мы таким образом можем смотреть все сигнальные пути. Поэтому мы создали очень большую базу данных по сигнальным путям в активном, в клетках млекопитающих, прежде чем у нас интересовался, естественно, человек. Всего у нас сейчас в базе под тысячу такого рода путей. Но это, правда, она включает в себя как пути сигнальные, так и метаболические, перестройки цитоскелета. Вот сейчас больше тысячи у нас в этой базе таких путей, которые фактически отвечают за все какие-то основные аспекты поведения клетки. И мы их можем количественно померить. То есть создали такой вот инструмент впервые, который количественно позволяет посмотреть, какие процессы в клетке активированы. Значит, ну это в ходе анализа такую техническую вещь мы увидели, что вот этот вот способ анализа, этот инструмент, он позволяет более точно анализировать генную экспрессию, чем раньше. Потому что вот если мы смотрим на уровне индивидуальных генов, то есть колоссальная разница в результатах в зависимости от того, как смотреть. Это, помните, вот анекдот там, неважно, как вы голосуете, важно, как мы считаем. Вот и то же самое с экспрессией генов тоже. Она может быть какой угодно, но в зависимости от того, как мы это измеряем, мы получаем те или иные результаты, которые могут вообще не пересекаться. Вот посмотрите сюда. Например, вообще отсутствие, вернее, вот здесь вот. Здесь-то как раз все гораздо лучше. Отсутствие каких-либо корреляций между способами измерения данных. Вот способ А и способ Б. И те, и другие повсеместно приняты в науке. В науке и в медицине. Ну, в биомедицине. Но они совершенно не пересекаются. Либо совершенно не пересекаются, либо пересекаются очень слабо. Вот это мы говорим на уровне индивидуальных генов. Но если мы с уровня индивидуальных генов перейдем на уровень сигнальных путей, то тут мы видим гораздо лучшие корреляции. Да, чаще гораздо. Да. То есть это говорит о чем? Что если раньше, чтобы какую-то достоверную информацию получить, мы фактически не могли доверять какой-то одной экспериментальной платформе, экспериментальному способу. Не могли никак. Потому что по-другому получается что-то совсем другое. И фактически даже если мы имеем, например, данные, полученные на платформе А и на платформе Б, и вот видим, что они вообще не похожи. Вообще не похожи. Чему доверять нам? Этому или этому? А параметр один и тот же? То есть объект один и тот же. Объект один и тот же. Вот именно смысл, что объект один и тот же. Чему нам как бы верить? Хорошо, если хоть какая-то есть зависимость, как в данном случае. А если никакой, вот как в данном случае. Чему верить? Непонятно совершенно. Ну и там начинаются всякие какие-то упражнения, что считать достоверным, совсем, что считать менее достоверным. Активное вторжение математики в медицину. То есть уже никак просто без этого. В идеале, конечно, чем меньше вторжений, я имею в виду, вторжений в такой первичный анализ данных, тем лучше. Вот есть бритва вот этого такама, который отсекает. Чем проще, тем лучше. А мы какие-то все надстройки, надстройки, надстройки усложняем. Так сказать, способ анализа данных, какие-то новые вводятся предположения, на которых это все основано. Соответственно, страдает качество анализа. А здесь вот без всяких этих вот дополнительных настроек получаются согласующиеся данные. То есть это уже все большая победа. То есть можем использовать совершенно разные экспериментальные методы, не ломая голову о том, что хорошо, что не очень хорошо. И мы обосновали, почему это происходит. То есть создали математическую модель. Здесь, ну вот я просто говорю от первого лица, множественного числа. Я надеюсь, у меня будет возможность представить создателей этой технологии. Да, конечно, конечно. Там специальный слайд про это есть. Я тогда не сейчас про это скажу, потому что потом. Я просто один из большой, очень замечательной команды разработчиков. Ну понятно, что это командное дело. Один человек это не может здесь. Попасть в вашу программу. Нет, один человек это не может, конечно. Ну да, да, да. Значит, причем тут тоже надо понимать, что наша команда, она состоит из молекулярных биологов, биоинформатиков, математиков. Математиков, да. Да, собственно, программистов классических и врачей. И хороших биохимиков. И врачей, да. И биохимиков, да. Ну, собственно, молекулярные биологи и биохимики это примерно одно и то же. Вот. Ну, сейчас уже в нашем мире. Вот. Обязательно важно, что клиницисты есть, врачи. Значит, вот математическая модель, она объясняет, что именно так и должно происходить. Потому что когда мы с уровня одного гена переходишь на уровень анализа сотен этих генов, объединенных в некую единую систему, система становится гораздо более устойчивой. И даже вот на искусственно смоделированных системах, в случае, когда корреляции изначально не было, она появляется. Значит, и это именно то, что мы наблюдаем на экспериментальных образцах. То есть, это вот то, что было на этом слайде. Это некая предсказанная модель, которая, кстати, согласуется с тем, что мы наблюдали здесь. Ну, вот мы для большого количества образцов провели такой анализ, где для одного и того же объекта разными способами оценивалась вот эта вот экспрессия генов, работы генных продуктов. И наблюдали, что всюду практически наблюдался выигрыш при переходе от уровня генов к уровню пути. Причем наблюдалось это не только при сравнении данных транскрипции генов, то есть при анализе РНК, но и при анализе уровня белка тоже. То есть, там, где, например, сравнивались уровни РНК против уровня белка, вот на уровне индивидуальных генных продуктов и на уровне путей, тоже наблюдалась похожая картина. Собственно, мы были первыми, кто это показал. Собственно, мы сейчас как раз готовим эту работу к публикации. То есть, вот такой создан мощный механизм, мощный инструмент. То есть, сигнальный путь, он все-таки как-то некий интегральный такой инструмент. То есть, отдельные гены, они как бы сами по себе и могут в флуктуации там быть какие-то, а сигнальный путь, он уже отражает как бы целостную некую картину. Повышение стабильности системы. По вашему рассказу, да, это уже картина. Совершенно верно. Вот как вот представим себе, там, хождение по снегу в снегоступах, да. Вот если в ботинках идешь, проваливаешься сугробы. Снегоступный отдел нормально поверху проходит. Шили лыжи какие-то, да, они увеличивают поверхность соприкосновения. И тем самым стабильность системы увеличивается. И здесь то же самое. Что-то такое, да. Как по болоту, да, тоже вот настилают доски. Да, да, да. И уже можно пойти, а иначе проваливаешься. То же самое. Ну, естественно. Ну, с запрещениями, конечно. Но так легче понимать. Да. Значит, мы дальше начали активно применять этот способ. Поскольку мы его изобрели, сразу применяем. Девять видов рак, я насчитала. Ну, их 12, на самом деле, просто табличка не вся уместилась. Ну, и на самом деле, да. Мы применили к большому количеству видов рака на огромном количестве, на огромных выборках пациентских. Данные эти доступны в сети. Их можно скачать, посмотреть, проанализировать. Соответственно, мы поняли, что сигнальные пути, видимо, в силу своей лучшей стабильности, являются гораздо лучшими маркерами тех или иных видов рака, чем индивидуальные гены, входящие в эти пути. То есть, фактически для всех видов рака, которые мы проанализировали, сигнальные пути бьют индивидуальные генные продукты. То есть, не просто создан новый способ анализа чего-то, каких-то важных фундаментальных процессов, но создан новый тип маркеров, который не является самым молекулярным маркером. Но это некая функция, которая анализирует вот эти молекулярные маркеры и дает более точные данные. Ну вот как, на самом деле, вот этот способ анализа сигнальных путей, его можно сравнить с изобретением микроскопа. Изобрели микроскопы, можно смотреть под этим микроскопом все, что угодно. Можно смотреть, как инфузории бегают, можно смотреть какие-то срезы ткани. Можно структуру металлов смотреть, усталость каких-то материалов. Все, что нужно, каких-то клещей рассматривать. Так и здесь, тоже новый инструмент, при помощи которого можно делать очень много чего. Мы просто пока применяем это в области молекулярной онкологии, а можно на самом деле где угодно. И мы очень будем рады провзаимодействовать с кем-то, кто это делает. Дальше приложение к медицине. Вернемся к новой теме. Простейшая такая вот логическая связка, что лекарство будет тем более эффективно, чем лучше оно минимизирует разницу между больной и здоровой тканью. Логично. То есть, например, есть какое-то лекарство, оно дается, например, это измерено, экспериментально, что дается какое-то лекарство к каким-то клеточным линиям. И оно определенным образом меняет транскриптон, меняет экспрессию генов в этих клеточных линиях. Мы смотрим, каким образом она это делает, как это конвертируется в сигнальные пути. И смотрим, в случае с какими заболеваниями это изменение могло бы повернуть вспять патологические изменения в сигнальных путях. То есть, например, если берем какой-то сигнальный путь абстрактный, назовем его А, он под действием лекарства в клеточных линиях активируется. А в болезни, например, он наоборот подавляется. То по этому сигнальному пути А, если все дело только в этом сигнальном пути А, это некая упрощенная модель, то тогда это лекарство поможет бороться с этой болезнью. Потому что она, эти неправильно работающие клетки, условно говоря, перейдет... То есть, оценивать лекарство по его воздействию на сигнальный путь. Совершенно верно. При этом понятно, что если мы говорим о раковых клетках, то сделать их нормальными, чтобы они снова исполняли свои функции, невозможно. Но понимание глубокой биологии раковых клеток позволяет нам понять, что раковые клетки – это как бы такая вот некая относительно сбалансированная система, но сильно перекошенная, относительно нормальная. И если мы ее толкнем в сторону нормы, то она погибнет в силу заложенных в ней, так сказать, внутренних противоречий. Потому что в раковых клетках в них активированы механизмы, которые должны этих клеток убивать. Потому что клетки уже многократно получили сигнал о том, что они должны умереть, но эти сигналы каким-то образом, силовым способом прохождения их заткнули. И если мы клетку вернем вновь в нормальное состояние, подтолкнем, скажем так, к нормальному состоянию, она будет же не в состоянии игнорировать всю совокупность этих сигналов и погибнет. Это первый, условно говоря, вариант, как это можно использовать. Причем не только для раковых клеток, но и для других клеток. Ну, для патологии, да. Да, патологии, аутоиммунные заболевания, возможно, диабеты и так далее. Нейродегенеративные заболевания. Второй способ, это можно оценить, какие сигнальные пути в раковой клетке аномально активированы. И какие молекулярные мишени препаратов играют в этом роль. С тем, чтобы составить рейтинг таких препаратов по их способности ингибировать, так сказать, инактивировать те или иные молекулярные мишени. То есть, ну, для некоторых препаратов известно, по каким молекулярным мишеням они бьют. Для некоторых неизвестно. Или этот спектр очень широк. В таком случае ничего невозможно смоделировать. Но для некоторых этот список, он узок. Это препараты онкологически нового поколения, так называемые таргетные препараты. С каждым годом их становится все больше и больше. И, соответственно, как бы репертуар молекулярных мишеней становится все больше и больше. Но представим себе ситуацию, когда есть больной, есть некий... Есть у него конкретная опухоль. И есть там в мире, например, 40 препаратов, которые, в принципе, теоретически могли бы ему подойти. Теоретически это значит, исходя из каких-то там соображений, например, из проводившихся когда-то клинических испытаний. То есть, например, проводились клинические испытания, 35% помогло. На основании этого препарата считается в целом... Разрешенным, да. Да, разрешенным. Вот он получил разрешение. 30-40 препаратов получили разрешение. И, конечно, сейчас это, как правило, не более 15 препаратов для самых таких популярных видов. Но в будущем эта ситуация совершенно прогнозируемая. И клиницисту предлагается выбрать какой-то там один из 40. При том, что какие-то модели выбора препаратов, они довольно узкие, они разработаны для одного-двух препаратов. И, на самом деле, работают тоже не идеально. В идеале рейтинг должен составляться среди всех этих препаратов, чтобы выбрать самые из них подходящие для данного пациента. Ну и вот наш подход тоже в этом помогает. Потому что можно смотреть... Пациент с раком почек, да, карцинолог? Ну, в данном случае, да, это как бы некий конкретный случай, на самом деле. Пациент N конкретный. Кстати, в случае с раком почки, там выбор препаратов довольно обширный. Под дюжину препаратов можно... И вам удалось показать, да, здесь эффективность? Ну, фактически этот слайд демонстрационный, но действительно мы такие исследования проводим. Индивидуализированные. Для конкретных пациентов, где стоит задача подобрать наиболее эффективную терапию из имеющихся. Тут наш подход применяется достаточно активно, и мы, собственно, всех приглашаем к сотрудничеству в этом смысле. То есть можно оценить, бить по каким молекулярным мишеням будет наиболее эффективно с тем, чтобы раковую клетку убить. Или вышибить из седла, как минимум. Что и происходит. Например, в данном случае вот мы видим... А технически это как? Вы берете там каплю крови? Капля крови не подходит. Или какой-то биоптический какой-то материал, биопсию, да? Да, нужен биоптат. Биоптат. Биоптат, чем более свежий, тем лучше. Берете биоптат и меряете. Чем меньше изменилась опухоль с того времени. И измеряете, что протеомные данные получаете? Транскриптомы. Протеомные, все-таки технология не настолько развита. И смотрите и под транскриптомы, и вот смотрите активацию пути под транскриптомы. Совершенно верно. Технически это все, в общем, можно сказать, поставлено на поток. По крайней мере, у нас. И сотрудничество, извините, с онкологами, с врачами совершенно нормальное, беспрепятственное. Вот здесь никаких проблем здесь нет. Ну, препятствия, возможно, какие-то есть. Проблемы тоже всегда есть, даже при переходе улицы. Нет, это понятно. Но поделиться материалом для каких-то молекулярных биологов, это не является проблемой. Нет, тем более, что сотрудничество у нас научное. Оно совершенно взаимоинтересное. Потому что активно публикуем статьи, участвуем в совместных исследованиях. И тут это, в общем, всем интересно. Вот, например, какие-то, как в данном случае, мы видим путь EGFR-сигнализации в целом у данного пациента скорее понижен. И бить по каким-то там мишеням в данном пути скорее будет неэффективно. В данном случае путь EGFR-сигнализации тоже у пациента понижен. И бить по EGFR-сигнализации внутриклеточной. И бить по вот этому белку MTOR при помощи препаратов, например, эверолимус, тензеролимус, которые используются для рака почки, активно тоже будет не очень эффективно. Вот, например, другой сигнальный путь, который обеспечивает прорастание сосудов в клетке опухоли. То есть клетка опухоли, и обязательно, чтобы постоянно прорастали новые сосуды. В данном случае этот путь тоже подавлен у данной опухоли. И если бить по нему, то тоже будет неэффективно. Причем это не просто ложное срабатывание. Это трата времени, за которое... И состояние пациента. Вот именно, побочные эффекты-то есть. И они серьезные у пациента. И за это время опухоль продолжает рост. Да, тут для пациента такого каждый день... А чтобы что-то понять, как правило, нужно минимум 2 месяца. То есть понять, подействует терапию или не подействует. То есть 2 месяца человек получает не ту терапию, например, если... Нет, а вот анализ этого самого сигнального пути, сколько занимает времени? Для каждого препарата, для каждого сигнального пути? Понимаете, если жить в идеальном мире, то это можно сделать за 2 дня. За 2 дня. Да, но... Ну за неделю, за 2 можно? В условиях... За 2 можно. За 2 можно. Значит, и вот в данном случае тоже путь снижен. И бить по мишеням данной терапии, значит, белкам круга ВИГФ тоже будет бесполезно. И препарат сунетиниб тоже в данном случае, как мы предсказываем, окажется бесполезным. Но если мы, например, говорим о пути МАПК, ну, о другом пути МАПК-кеназной сигнализации, это не пугайкишное название. Кстати, очень широко распространенный путь. Он всюду, он всюду. Да, он всюду. Конечно. То в данном случае и сам путь повышен, и медоактивация его повышена. И отдельные мишени некоторых препаратов тоже повышены. И такой препарат, как сарафениб, здесь, по всей видимости, будет эффективен. Ну вот на таком примере. Но только алгоритм компьютерный смотрит не только вот эти 4 пути, которые мы с вами посмотрели глазами. Он смотрит их около тысячи. Соответственно, каждый из них имеет свой вес. В результате формируются некие итоговые рейтинги, где каждым препаратам присвоены свои значения. И можно сказать, какой препарат для данного конкретного случая будет наиболее эффективен. Ну, мы создали для этого специальное программное обеспечение. Программа называется AncoFinder. Зарегистрировали ее. Отлично. В нескольких юрисдикциях. Ну и, соответственно, теперь вот этот подход позволяет продвинуться с уровня анализа полных транскриптомов до подбора препаратов уже для лечения определенных пациентов. Вот очень интересное тоже одно предложение нашей вот этой вот модели. Это сделано в группе Владимира Сергеевича Браслова из Института молекулярной биологии. Вот опубликовано имя в соавторстве с нами в одном из вообще лучших в мире онкологических журналов «Ликемия». Это журнал семейства Nature, очень высоко котирующийся. В данном случае наш подход был использован для того, чтобы понять, при помощи какими способами клетки лейкемии избегают ответа на терапию, на химиотерапию. Потому что, по идее, они должны умирать, но большая часть их действительно умирает, но некая меньшая часть на некое время стабилизируется, просто как бы сидит там тихонечко, пережидает, а потом даже, несмотря на вот этот терапевтический агент, все равно начинает размножаться. И это очень хорошо моделирует то, что происходит в реальности. Потому что, когда таким пациентам дают аналогичные препараты, то у них где-то на месяц-два можно увидеть ответ, а потом опухоль уже приобретает резистентность. На клеточной модели, они сделали прекрасную клеточную модель для этого, а мы, в свою очередь, при помощи наших методов, объяснили, почему так происходит. Но мало объяснить, вы сами понимаете, что можно объяснить, это вот как анекдот про физика, где он там некую кривую рассматривает, и ее очень замечательно объясняет. Ну, говорит, ой, извините, кривая на самом деле перевернута на 180, лист перевернут на 180 градусов. Ну, так еще проще. И объясняет уже еще проще, значит, вот такую, так сказать, форму кривой. Ну, в данном случае, что ценно, что мы предсказали, какой терапия должна быть, чтобы клетки не приобрели резистентность. И это было испытано, и это сработало. То есть, это вот первый такой реальный продукт в плане разработки новой терапии для онкобольных. То есть, некая существующая терапия, плюс еще новая дополнительная, что приводит к тому, что раковые клетки уже начинают умирать 100%, а на здоровых клетках это практически не отражается. Ну, сейчас мы эту технологию патентуем совместно с коллегами, при их лидирующем участии, и будем пытаться продвинуть в медицину. Также другой пример того, как данная технология применима. Абостина – это рак молочной железы, по-моему, да? На самом деле много что. Много что, да. Много что, да. Вот рак толстой кишки, например. Значит, вот здесь мы рассматривали, анализировали данные японских коллег, не связанные с нами никак лаборатории, где вот были данные по транскриптомам пациентов, которые ответили на терапию или не ответили. То есть, ответчики, то есть, есть ответ, нет ответа на терапию этим препаратом. Да, и это прекрасно совпало с предсказаниями, которые дал OncoFinder. Но это не единственный случай такой, но это просто то, что опубликовано, вернее, готовится публикация по этой работе, которая, так сказать, одна из многих в нашем, так сказать, кластере публикаций научных и доказательного вот этого материала. Так что очень интересно, можно при помощи этой технологии искать новые мишени для терапии. Вот, например, у нас есть какие-то транскриптомные профили, характерные для данной опухоли. И мы можем прогонять их все через систему и смотреть, какие мишени молекулярные будут наиболее эффективны в точке того, чтобы бить по ним и тем самым поставить под ножку опухоли. Вот можно их тоже рейтинговать, и дальше это может быть полезно для разработки каких-то новых препаратов. И тут мы, конечно, тоже открыты к сотрудничеству. Ну, понятно, что там мы, как бы наши группы, это не целый, там, большущий какой-нибудь институт, да, там ограниченное количество все-таки людей. Но если там будет интерес к этому, мы готовы к совместным каким-то разработкам. Да, пока мы их делаем самостоятельно, значит, медленно. Другое полезное приложение – это можно набирать правильным образом группы пациентов, которые проходят какие-то клинические испытания. Потому что, вот, предположим, есть новый вот этот вот таргетный препарат. И нужно набрать группу пациентов, на которых он будет испытываться. Если набирать пациентов просто случайным образом, то риск провала этих испытаний будет существенно выше, чем если набирать этих пациентов как-то осознанно. И вот мы предлагаем делать это при помощи вот нашего подхода. То есть мы делаем, мы смотрим этот препарат, делаем рейтинг уже не препаратов, а ответчиков к данному препарату. Именно их берем в испытания. Вот. Соответственно, это, по идее, способно революционизировать, на самом деле, прохождение клинических испытаний. То есть оно будет уже не для всех, а для неких таргетных групп пациентов. Вот. А, ну, например, вот здесь вот это, на примере рака мочевого пузыря, для которого, в общем-то, показано, для которого большинство клинических испытаний таргетных препаратов провалились. Но провалились они каким образом? То есть для большинства пациентов ответ был слабый. Но существовали пациенты, для которых ответ на самом деле был. Но если он один из 25, а всего в исследовании 25, то на общую статистику этот один влияет слабо. Да. И вот это ровно та ситуация, которую мы видим, когда мы смотрим тот же самый рак мочевого пузыря и моделируем ответ на те самые препараты, для которых эти испытания провалились. Вот есть небольшая когорта пациентов, для которых он должен помогать. Да, вот основная масса не ответила. Собственно говоря, вот то, что и происходит в реальности. Поэтому таким образом оптимизировать таргетно группу пациентов, которые должны получать такую терапию, это вот следующий подход. Ну, есть некие клинические случаи, когда пациенты, больные получали некую терапию в соответствии с вот этими нашими рейтингами и в случаях некоторых, когда уже были исчерпаны способы терапии, предписанные некими регламентами, у врачей уже появляется свобода дать пациенту что-то помимо этих регламентов. Потому что регламенты уже проведены, лечение по регламентам проведено, оно не сработало, значит, надо что-то другое давать. И тут в ряде случаев оказались полезными наши предсказания. Вот данному пациенту был дан препарат сарафениб, который показал клиническую эффективность. Значит, в другой клинический случай. В данном случае была непонятна первичная локализация опухоли. То есть был найден метастаз, но откуда, было непонятно. Мы на основе транскриптомного анализа показали, что метастаз, скорее всего, из почки. И лечить его надо как рак почки. Соответственно, пациента лечили как препаратами, предсказанными. По регламентам для рака почки, и это тоже имело свой эффект. То есть, понятно, метастаз был не в почке, в позвоночнике, но лечили... Не, ну понятно, да. Первопричинный источник. Также данный подход может быть использован для анализа эффективности не таргетной терапии. То есть для препаратов, для которых специфичность либо не выяснена, либо очень широкая. Тоже можно это делать. Можно искать сигнальные пути, маркеры ответа на тот или иной препарат. Например, просто из такой модели, как бы, агностической. То есть предполагаем, что мы ничего не знаем. Просто наблюдаем и систематизируем. Вот есть пациенты, которых пролечили каким-то препаратом или комплексом препаратов. Из них часть ответила, часть не ответила. Мы смотрим, которые ответили, которые не ответили, и вычленяем те сигнальные пути, которые являются маркерами вот этого ответа. Дальше на основании их строим некую модель, которая позволяет нам уже предсказывать ответ. Мы применили это для самого, наверное, для одной из самых массовых нозологий, то есть видов рака, это рак груди. Для 25 видов терапии основных сделали такие панели, которые предсказывают эффективность срабатывания не только таргетных, но и нетаргетных препаратов, и их широких комбинаций, что довольно неплохо работает. Если мы увидим, это тоже как некий клинический случай, тройной негативный рак молочной железы. Здесь мы, соответственно, делаем некие рейтинги для пациента по группам препаратов. Здесь показаны не все 25, а только 2. Вот, например, в данном случае пациент оказывается в единой группе с ответчиками, то есть он, скорее всего, ответит на эту терапию. А в данной группе он оказывается сильно смещен в группу неответчиков. То есть на данную терапию он, скорее всего, не ответит. Соответственно, на основе этого можно давать рекомендации. А чем это особо ценно, что это не является каким-то шагом в бездну, в пустоту, и для врача это не является чем-то таким прыжком в неизвестность. Потому что выбор здесь идет между прописанными в регламентах выборами терапии. То есть если у него есть выбор из шести видов терапии, и он получает обоснованное некое заключение о том, какой из них предпочтительнее, то это как бы все вполне реализуемо в рамках уже даже имеющихся, имеющейся, сложившейся медицинской практики. Вот. Таким образом это работает. Ну, технология шагает по миру достаточно активно. Она в России притворяется в жизнь деятельностью первого онкологического научно-конституционного центра. Которым вы руководите, как я поняла. Каким? Я руковожу совершенно верно. В Соединенных Штатах и ЕС лицензия принадлежит компании Insilic Medicine, который возглавляется Александром Жаворонковым, про который я тоже скажу, который тоже находился в сердце разработки этой технологии. Один из, собственно говоря, нашей команды энтузиастов, который все это начинал. В Азии, в Гонконг, Китай и в перспективе, может быть, другие страны. Это компания PASFA Pharmaceuticals. В Кададе, это Canada Cancer and Aging Research Laboratory. Ну, соответственно, там разные способы взаимодействия возможны. Это просто чтобы показать, что широко, коммерчески достаточно это сейчас. Значит, этот слайд призван показать, что достаточно широкая научная работа ведется нашим коллективом. В последнее, наверное, 15-й год, да? Ну, на самом деле, в 15-м году у нас уже вышло 6 статей в таких лидирующих мировых профильных журналах. Тут не все, надо обновить. Ну, а вообще так, по нашим прикидкам, должно их выйти что-то около 15-й штук в 15-м году. Я перечислю логотипы разных наших партнеров. Тоже не всех, не всех. Не всех. Ну, это вот университет Гонконга, университет Аннаса Гутенберга в Майнце, и клиника нейрохирургии под управлением Альфреда Гизе, с которыми мы... Это знаменитая клиника, так вообще, да. Одна из лучших в Германии. Вот он один из лучших нейрохирургов в Германии, и мы сейчас с ними начали программу по применению нашего онкофайндера для нейроглиомы. Потому что эта опухоль очень трудно излечимая, и имеющиеся препараты, которые рекомендованы регламентами, они, как правило, оказываются не очень эффективны, и тут нужно как-то уже что-то придумывать. И вот мы вместе с коллегами, то есть они берут на, так сказать, на щит, или, как я правильно говорю, на щит, на флаг, на знамя, нашу технологию, и мы начинаем буквально клинические испытания. Значит, Курчатский институт здесь у нас в России, мы очень активно работаем с Курчатским институтом, мы данную технологию собираемся активно внедрять в отечественную систему здравоохранения, прежде всего для ракопростаты. Вот важнейший наш российский партнер – это Центр детской гематологии, онкологии, иммунологии имени Рогачева, с которым мы ведем важнейшие исследовательские программы. То есть вот наш ключевой партнер, наверное, в России самый важный. Институт биорганической химии – тоже важнейший наш партнер в Институте биорганической химии. Ваш альма-матер, можно сказать. Да, альма-матер. Действительно, и у нас работы на клещенных культурах проходят в сотрудничестве с Романом Викторовичем Холоденко и другими коллегами. Вот, смотрю, институт Герцена, который активно вообще участвует. Да, вот институт имени Рогачева. Вот надо сказать, что очень важная роль Румянцева, как Александра Григорьевича, руководителя этого центра, который нас всячески поддерживает, так и заместитель директора этого центра, Сергея Александровича Румянцева, который не является, кстати, родственником Александра Григорьевича. По фамилии распространенную. Я не думаю, как бы Александр Григорьевич, Сергей Александрович, но вот нет. Это заместитель директора этого центра по науке, по научным исследованиям. И он, кстати, тоже один из тех энтузиастов, который рано поверил в идею, сам долго бессонными ночами, безотпускными августами работал над этим. И вот в результате получилось то, что получилось. У нас очень хорошая панель экспертов, консультантов, научных советников, куда входит директор программы «Геном человека» Чарльз Кантер. Программа закончена. Ну да, Кантер остался. Кантер, да. Ну, один из претендентов на Нобелевскую премию. Многократных. Ну, я имею в виду, в течение большого количества лет рассматривается. И, кстати, раз заговорили о Нобелевской лауреатах. Да, Майкл Ливит, известный человек. Да, Майкл Ливит. Нобелевский лауреат в области химии, он тоже у нас. Он, по-моему, чуть ли не в прошлом году, или позапрошлом. Что-то вот совсем недавно. Нет? Два года назад. Да. Профессор Дональд Смолл – это руководитель отделения детской онкологии в университете Джон Хопкинс. Это наиболее значимая медицинская организация в Соединенных Штатах Америки. Ну, то есть, во всякие рейтинги университетов, там, это Гарвард, там, Ель, MIT, Калифорнийский институт. Да, но в сфере медицины номер один – это всегда Джон Хопкинс университет. Ну, и вот один из их ключевых, соответственно, специалистов работает с нами. И один из лучших в мире биоинформатиков – профессор Бад Мишра, оригинальный выходец из, изначально выходец из Индии, сейчас работающий в США, в Нью-Йорке. Ну, соответственно, команда наша интернациональная, и сейчас она локализуется не только в Москве, ну, в Москве основные исследователи нашей силы, но и в Гонконге, в Балтиморе, в Соединенных Штатах, и в Летбридже, в Канаде. Я желаю больших успехов всей вашей команде, вам лично и всем вашим соавторам. Спасибо, что пришли к нам. Большое спасибо, что пригласили. Для меня большая честь рассказать о наших достижениях здесь, у вас. В этой рубрике по скриптам вас я попрошу рассказать об одном историческом событии. Я зачитываю новостное сообщение. Компания IBM, фонд Сколково и первый онкологический научно-консультационный центр, ваш, подписали меморандум о развитии платформы персонализированной медицины в России. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба фонда Сколково. Я добавлю, что на всех фотографиях Антон Буздин, наш гость, рядом с представителями IBM и фонда Сколково, и руководством этих компаний. Пожалуйста, что это за вот такое вот событие и чего вы ждете от него? Ну, событие для нас очень важное. Что по сути произошло? Чтобы мы совместно с компанией IBM решили объединить наши усилия. У них есть продукт, который называется Watson, который анализирует клинические показатели пациента и на основе анализа десятков и сотен тысяч клинических случаев в лучших мировых клинических центрах предсказывает, как лучше лечить пациента. Но молекулярный анализ там проработан по сравнению с нашей методикой не так сильно. А мы наоборот, на основе молекулярных особенностей опухоли предсказываем, как лечить тех или иных онкобольных. Соответственно, объединяя эти две методики, мы рассчитываем получить на выходе ситуацию, когда 1 плюс 1 равно 3. Что-то, что приведет к существенному улучшению лечения, клинического выхода при лечении пациента. То есть к тому, что пациенты будут получать более эффективную терапию, будут жить дольше. Это инициатива была IBM или их? Инициатива IBM. Они нашли вас, да? Да, ну мы, надо сказать, активно ознакомляем, продвигаем наши решения среди научной клинической общественности вообще. Они решили, что из всего того, что есть, надо сказать, в мире, потому что это единственное в мире такое у них решение о партнерстве. То есть не только единственное в России, но единственное в мире вообще. Вот они нашли нашу технологию, выбрали нас, и сейчас мы собираемся создавать вот такой вот некий центр, как мы и называем это, Center of Excellence. Ну да, да, да. Ну так сейчас принято, да. Ну сейчас так принято, да. Который бы объединял все лучшее, что есть в персонализированной медицине, с нашей стороны, с их стороны, со всех других сторон. И внедрял бы это в клинику, в первую очередь, и в том числе здесь, в России. Спасибо большое, Антон. Я желаю вам больших успехов. Спасибо. Спасибо.